Какие-то упражнения, типа... Меня зовут Марина Трепова, мне 46 лет. Паралич голосовых связок – это когда голосовые связки, две или одна из них, не могут нормально функционировать. То есть у вас, грубо говоря, как свело ногу, и нога не может функционировать. Таким же самым образом голосовые связки – это те же мышцы, которые должны работать. У меня был паралич, у меня был порез голосовых связок, это было следствие операции. У меня была операция по удалению щитовидной железы, а щитовидная железа очень близко находится к голосовым связкам. Раньше, я знаю, делали эти операции только под местным наркозом, чтобы пациенты говорили во время операции, и было видно, что у них не цепляются эти нервы, которые отвечают за работу голосовых связок. У меня была под общим наркозом, и во время операции есть такие случаи статистические, когда вследствие особенности строения горла, особенности строения связок, вследствие таких операций происходит участие людей паралич голосовых связок. У меня не работала, у меня была задета одна голосовая связка. Я только могла очень тихо, шепотом что-то говорить, и люди слышали, когда находились возле меня близко и прислушивались. Ну и меня все хуже и хуже слышно, и это как бы с каждым днем все больше и больше проявлялось. Думала о том, что нужно искать какой-то способ, ну чем дальше, тем больше о том, что нужно искать какой-то способ восстановления, и пока не поздно, чтобы можно было его вернуть хотя бы к нормальному звучанию. Я работала в международной компании, вот, и я была на позиции руководителя отдела закупок. У меня были коллеги, подчиненные. Надо было усилие и мне, и им для того, чтобы можно было нормально общаться. Они подходили, садились рядом или нагинались, или как-то там ближе подходили, да, и мы с ними общались. Ну и больше, конечно, я старалась в переписке вести коммуникацию. По каждому вопросу надо было подходить к детям моим или к мужу или еще кому-то и сказать то, что я хочу сказать. Потому что в нормальной ситуации ты можешь сказать, там, эй, там, сына, дочка, там, подойди ко мне или что-то там, сделай, принеси и так далее. А тут ты не мог просто этого сделать. Тебе надо было постоянно вот так вот физически прямо обратить внимание человека на себя. И жестами, и прям вот подходила, там, поворачивала к себе. Потому что, ну, если человек не слышит, то как ты можешь обратить внимание на себя? У тебя постоянно есть ограничения. Ты не можешь нормально так, как раньше жить, жил и общаться нормально, и высказывать то, что ты хочешь сказать. Потому что, когда у тебя пропадает голос, ты все равно стараешься минимизировать вот эти вот разговоры и минимизировать контакты, потому что твой голос постоянно напрягается. И ты можешь, там, за 10 минут разговора начать с более-менее нормального звука, там, ну, что есть звук. И потом вообще перейти на полный шепот, когда тебя никто не слышит и не понимает. Одны меня жалели. Вот. И жалость — это не самое лучшее и самое приятное ощущение. Ну, и, как бы, поддерживали, что все получится, что все вернется. Я такая борец по жизни. Я через 4 месяца где-то примерно после операции начала активно искать все возможности, какие только есть, чтобы восстановить голос. Я нашла специалиста, который называется фанопед. Вот. Это как логопед, но занимается голосом больше, да, фанопед. И она вместе с лором, это была Киевская областная больница, вот, вместе с лором они назначили мне лечение. То есть с фанопедом я занималась упражнениями определенными, а с лором он мне назначил курс лечения. Это были уколы. Уколы делали в шее. Вот тут вот в шее. В фанопед назначал делать определенные упражнения определенное количество раз в день. Вот. И я должна была их делать постоянно. Одно из самых простых упражнений было, мне надо было ходить по лестнице пешком. Там, ну, стараться делать это один раз в час, там, в два, в два часа. Я должна была, я должна была идти по лестнице, вслух считать, там, не знаю, на любом языке, на котором я хочу, или алфавит, или еще что-то такое, должна была постоянно выговаривать. Это мне тренировало вот здесь вот связки, да, все эти мышцы и мышцы дыхательные, которые являются элементом всех этих звучаний, да. Это одно из упражнений, а потом были всякие, ну, достаточно простые упражнения, такие, как я должна была просто издавать, как тянуть какой-то звук, да. Так, м-м-м-м, о-о-о-о, вот такие вот, да, гласные, мне надо было полностью вот распевку делать. Дети, конечно, очень свиялись, когда я начинала там какие-то упражнения, типа, о-о-о-о, пивини-пифи, бепевене-пефи, буповину-пуфу, буповины-пифи, зждри, зждре, зждро, 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 да, и вот эти кривляния там, вот, языком и губами, оно может выглядеть смешно, но мне реально было вообще все равно, потому что мне надо было, мне была цель, мне надо было восстановить голос, и почему там мои упражнения должны выглядеть смешнее, чем те, которые делают там бегуны или легкоатлеты там в парке или где-то еще. Первые звуки, которые я начала, ну, как бы, издавать или возвращать, это были звуки очень низкие, ну, вот такие, как у мужчин низкий голос, да, это означало, что у меня начала работать определенная часть связок, да, не восстановилась полностью поврежденная связка, у меня компенсаторно увеличилась и начала работать другая, вторая связка. Первая, то есть, которая поврежденная, она двигается, но она двигается недостаточно для того, чтобы было вот схлопывание этих связок, которые выдают определенные звуки. Прыгать, конечно, и скакать мне хотелось, и это было вообще очень такое непередаваемая радость, это, ну, наверное, так же самое, когда человек лежачий, инвалид, что он не может ходить, а потом у него получается делать шаги, и он с каждым днем все больше и больше ходит. У меня есть определенные ограничения, я стараюсь не есть очень горячее, очень холодное. Даже если мороженое, то я ем в два раза медленнее его, чем среднестатистический человек. Мне не рекомендуют есть острое, все то, что может там уменьшить эластичность связок и сделать их там менее податливыми для нормальной там работы, скажем так. Скорее, не что я не могу сказать, а как я не могу сказать, я, мне тяжело перекрикивать высокие звуки, и в аудиториях я не всегда могу перекричать шум толпы. Ну, например, там, если все очень громко говорят, я не могу своим голосом над ними перекричать, да, и, ну, вот, повысить сильно его, чтобы они услышали меня. Мне приходится в этом случае очень громко хлопать в ладоши, чтобы привлечь внимание. Плюсы того, что произошло? Ты переоцениваешь вообще в связи с какими-то операцией потери, ты переоцениваешь вообще ценности, которые есть в твоей жизни, да, и ты смотришь на многие вещи уже совершенно по-другому. Это первый плюс. Второй плюс, что я поняла, что можно бороться и достичь того, что ты хочешь, даже когда тебе большинство говорят, что нет, не получится, и идешь против статистики. Который говорит, что вот люди остаются без голосовых связок, вернее, без голоса и без восстановленных голосовых связок. Ну, я считаю, большой плюс, если у меня какие-то жизненные ситуации сейчас случаются, где я там близка к тому, чтобы опустить руки, я вспоминаю, что я смогла сделать это, и у меня это получилось. Научиться разговаривать заново, это значит слышать свой голос, слышать, как вы голосом можете передавать мысль, ощущения, эмоции через интонацию, что вы хотите передать. Иметь возможность говорить тогда, когда ты хочешь говорить, и что ты хочешь говорить, вот что вот это вот, вернуть ощущение, возможности говорить, выражать свою мысль. Ну, и все-таки голос — это очень часто часть нашего вообще имиджа и восприятия нас другими людьми, и самим себя, и другими людьми. Субтитры создавал DimaTorzok